МОСКВА Предположение, как вы совершенно верно заметили, на мой взгляд, обе стороны не готовы принять Россию, и в особенности Республика Армения, как некого партнера в этом диалоге. Потому что, насколько мы понимаем, господин Пашнян очень последовательно все последнее время говорит о том, что Москва сыграла деструктивную роль в этом процессе, и поэтому, скорее всего, официальный Ереван не хочет отдавать эти лавры миротворца Владимиру Путину и Российской Федерации, что весьма понятно в той конве политической, которую армянский премьер вот уже долгие месяцы, если не годы, ведет в этом направлении, опять же хочу сказать. Григорий, что скажете? Я вам скажу откровенно, что существуют понятия разные по поводу взглядов на политику. Не все так поверхностно, как может показаться на первый взгляд. Если ты, любой из нас, умеют обладать восточной дипломатией, должны понимать, что такое Турция, что такое Азербайджан вообще, и какая политика. Ясное дело, что никогда, к сожалению, никогда эпохи мира между Арменией и Азербайджаном не будет. Как сказал Эльхан Гейдарович, он сказал, что после Второй мировой войны в фашистской Германии, он нашу страну так называет, никто не заключал никакие договоры, кроме как обезоговорочной капитуляции. А фашистскую Германию разделили на несколько частей. И вот пускай наши земляки, и в том числе наши коллеги в России, знают, что у нас экзистенциальный враг, который хочет уничтожить нашу государственность. Для него Армения не существует. Для него Армения, это Армения по Батумскому миру. Где-то 10 тысяч квадратных километров. Такую территориальную целостность они признают нашей страны и больше вам скажу. Они же задушили анклав временно, Арцах, который взяли как анклав. И вот такое будущее они видят, выдавляя коренное население нашей республики из нашей страны. Такое будущее. Великий Туранский коридор. Я не собираюсь про это распространяться, я не сторонник террорий заговоров. Но в любом случае, для них Армения всего-навсего проходной коридор. Всего-навсего. А война-то не за Арцах была. Война была за Сюник, за Ангидзур. Вот. Они не получили же. В свое время Левон Карахан был модератором между Персией, со стороны большевистской России. Между Персией и Турцией. И они получили в конце концов коридор, проклятие для нас. Коридор получили 15 километров всего-навсего. Между Турцией нынешней и Нахичеванской автономной республикой. До этого она не была, это территория протектора, это была всего-навсего. Но 15 километров. И вот эти 15 километров разделяют. Учитывая ту ситуацию, которая разворачивается на Ближнем Востоке, связанную с израильско-персидскими отношениями, иранскими. Помните, нет, кто один из первых поздравил по поводу восстановления территориальной целостности? Иран? Азербайджан. Да. И что сейчас? Войны и пазы Израиля находятся сейчас на границе с Раном. Если кто-нибудь у нас думает там, что на этом все закончится, напрасно, напрасно. Нет, конечно, нет. Израиль показал, на что он способен. Для нас что важно, для армян, ну, я не знаю, наши российские коллеги как воспринимают. Они понимают, что в лице армении они потеряли весь Южный Кавказ. Когда пал, временно пал, под оккупацией. Григорий, я вынужден спросить тогда, переговоры о чем между Ереваном и Баку? Оттягивание войны, которое неизбежно, на уничтожение. Неизбежно. Коп. Да? Вот скоро конференция пройдет. Да, в ноябре. Чем это закончится-то, в конце концов? Азербайджан ждет для себя удобного момента и не скрывает об этом. Не случайно же он из Пакистана купил 60 самолетов военных? Не случайно? Не случайно они требуют, чтобы всех, кто участвовали в освободительной войне, предали суду на территории Азербайджана. Не случайно же, я употреблю, простите, азербайджанский термин, джебраил. Не случайно же, Ельцхан Гейдарович об этом говорил. Они последовательны. Запомните раз и навсегда, армянский клин мешает существованию великого турана. А если наши российские коллеги не понимают, что Татарстан – это часть великого турана, и пантюркизм там родился, среди казанских татар. Если они это не понимают, если хотят видеть лояльными, тогда, значит, много что, простите за мой французский, я на французском тоже говорю, проморгали. И мы должны понимать, что сейчас это экзистенциальная угроза нашему региону. Мы должны ориентироваться на какие-то политические взгляды кого-то, уважаемый господин Нациканян. Хорошо. Мы ознакомились с вашим мнением, Григорий. Я вынужден Роберту спросить, он согласен или нет? – Господин Нациканян, я… – Все к этому ведет, да? Давайте так определим. – К войне новой все идет? – Ну, как говорит Григорьевна. – Да, по мнению уважаемого коллеги из Еревана, что все идет к новой войне, я допускаю, и на вашем эфире несколько раз говорил в том числе, что я ожидаю к огромному сожалению. Еще когда только зарождался вся эта ситуация, когда зарождалась вокруг Ирана, я говорил, что главной целью является сегодня республика Иран. Что на Западе у меня нет практически сомнений. Я думаю, что наши зрители после нескольких месяцев того времени, как мы с вами подняли эту тему в нашем эфире, поняли, что все, что происходит… Да, и сегодня правительство Натаньяфа открыто заявляет, что считает Иран экзистенциальной угрозой и потихоньку уничтожает все прокси, как они называют. Сначала Хамас, теперь Хеспалла. Я лишь напомню нашим зрителям, что за последние несколько недель Иран разбомбил шесть стран. Да, вот мы говорим о том, что происходит в регионе. Так вот, по разным подсчетам подверглись обстрелам шесть стран. И поэтому все идет к часу Х, господин Натсикарян. Я думаю, что война действительно будет, и с господином Айвазианом я здесь согласен, но я думаю, что это будет война против Ирана как раз. И я здесь опять же, с вами мы обсуждали, господин Натсикарян, что Азербайджан, похоже, хотят использовать как плацдарм для удара и рассматривают его как ключевого игрока в нападении на Тегеран и на свержении сегодняшнего режима в Тегеране. И поэтому поставки израильского оружия. Да, казалось бы, господин Натсикарян, Израиль сам воюет сейчас на несколько фронтов, замечу, но при этом не прекращаются поставки израильского оружия в Азербайджан. Я думаю, это о чем-то говорит. И я очень надеюсь, что господин Алиев в тот самый момент, когда нужно будет решить, втягивать ли Азербайджан, на мой взгляд, в эту чудовищную войну за западный миропорядок и за уничтожение Ирана как такового, примет верное решение. Но при всем при этом, господин Айвазян сегодня вот сказал уже некоторые заявления официального Баку по поводу фашистского режима и якобы о условиях, которые должна принять Армения, проводя параллели с проигравшей Германией. На мой взгляд, это показывает лишь одно, что Армению как можно быстрее подталкивают к тому, чтобы она тем или иным способом отдала контроль над Зангизурским коридором какой-то третьей стороне, будь то независимые наблюдатели и так далее. Еще одна вещь, на которую эксперты в том числе обратили внимание, 8 октября на встрече президента Армении, России, простите, премьера Пашиняна, были согласованы так называемые новые параметры охраны армяно-иранской и армяно-турецкой границы. В вашем же эфире, господин Нациканян, несколько месяцев назад я говорил, что это будет лакмусовая бумага того, как видит Армения себя в этом регионе. Так вот, я после Звартноца говорил, что все для меня решится в этот час икс, если господин Пашинян попросит российских пограниц, когда об этом даже не было речи нигде, уйти с этой границы. И я сейчас обращаюсь... Не границы, а с КПП, Роберт. С КПП, да, с КПП. И я сейчас обращаюсь, если Армения примет участие в той или иной степени в нападении на Иран и в содействии западной интервенции на Иран, то, на мой взгляд, Армению ждет чудовищные последствия. На мой взгляд, Армения может, в принципе, потерять свою государственность и расплатиться за это, заплатив очень высокую цену. Я лишь хочу спросить, готовы ли наши армянские зрители быть соучастниками убийства сотен тысяч людей в Иране, как сегодня десятки тысяч палестинцев погибают в Газе, когда Израиль сравнял с землей и убил больше 42 тысяч. Правительство Натаньяху, подчеркиваю, убило больше 42 тысяч людей. В Иране, я подчеркиваю, идет счет на, оно в 40 раз больше, чем Палестина. И я вот спрашиваю, неужели Армения, и с господином Пашиняном, делая, вот господин Айвазян говорит о экзистенциальной угрозе, на мой взгляд, здесь больше. Армения встала перед, в принципе, цивилизационным выбором, с кем она будет. И здесь это уже не важно, Путин с одной стороны, не Путин с одной стороны. На мой взгляд, это армянам как раз-таки совсем не важно. Важно, где себя видит республика Армения в своем понимании справедливости в этом мире. И готова ли она содействовать вот этой вот операции Запада, которая, на мой взгляд, сейчас не вызывает никаких сомнений в том, что будет делаться по отношению к Ирану. Да, мы об этом отдельно поговорим, но я хочу, Григорий, спросить. Сегодня, кстати, в Ашхабаде встретились президенты Ирана и России. Григорий, для них сейчас, в данный момент, важен обстановка такая предвоенная, или все-таки речь могла пойти о вопросе коммуникации? А это лагерь РАИСИ. Помните, кто был? Надеюсь, помните. Бывший покойный президент Ирана. Не надо никогда ставить перед Арменией выбор запад, восток, север, юг. Армения – древняя страна, древняя нация. И относится соответственно, как относится к ней. По-любому в этом вопросе я с моим российским коллегой не могу согласиться. Никак. В этом вопросе нет. Институциональная угроза. У нас, в Армении, есть на севере Грузия, с которой мы граничим, где население Бурчавы, турки, в общем-то, есть на юге, Атропатакан, Таврис, столица, западный, восточный Атропатакан, где население около 30 миллионов турок. В принципе. Мы в Турецком кольце. И поэтому, говорит, что Армения будет ли участвовать в расчленении Ирана, Иран сам в своем расчленении поучаствовал. Когда, по факту, не выступил против того, что произошло в Арцахе. Это и для России было важно. Но они это не заметили. Поверили помидорам Ильхамалиева. А турки, они свои цели преследуют. До Якутии. И это никогда от этого не откажется никто. Поэтому, говорить армянам, что с вами будет... Григорий, цель это коридор, да? Что за цель? Армении всегда рассматривали, господин Нацаканян, как сик. В Москве... Армянски говорят... Да. В Москве как раз был разговор о Зангизурском коридоре. Это московская инициатива? Нет. Это мечта понтюркистов. И некоторых подыгрывающих их в определенных кругах в Российской Федерации. И не только. Конечно, нет. Никакого Зангизурского коридора не может быть. И никакого мирного договора с Азербайджаном, господин Нацаканян, пользуясь вашим терпением, не должно быть. Я историк и правовер. Как же можно? После Второй мировой войны никто мирные договоры не подписывал. Можно подписать договор о нормализации отношений, но никак мирный договор. А тогда Ильхам Алиев будет так и будет продолжать говорить, что... А если мирный договор, значит, вы оккупировали наши территории, значит, вы там присутствовали, значит, все, кто воевали в Арцахской войне, военные преступники, их надо выдавать. Как же так? Наш Яраблур не святыня ли? Или как? Надо понимать, что, к большому моему сожалению, в Российской Федерации, даже на экспертном уровне, не понимают, что происходит в Армении. И они ассоциируют власти Армении с армянским народом. Все, что можно было опошлить, сделали некоторые круги, тюркофильские в Российской Федерации. Запомните, всегда будет так, ответка. Армения никогда не была ничьим форпостом. Никогда не была. И никто нас сюда не привозил. Мы древняя нация, которая жила на своей территории, которая подвергалась геноциду не одному раза, потому что Кресту верили. Иисусу Христу. Поэтому нас распяли в 1604 году, когда выселили большинство населения этой территории вглубь Персии. И, конечно, по-настоящему, если сказать, как ваш российский император говорил, у России есть два союзных, а нет? Армия и флот. А у нас только мы, армяне, есть. И поэтому не надо судить. Вы сами сделали, дорогие товарищи, из нынешнего, из нынешней Армении, не союзника себе. Сами сделали. Потому что Армения не монолитна в взглядах политических, но монолитно-этнических. Если вы подыгрываете Ихаму Гейдаровичу, что он ваш союзник, что он коридор север-юг сделал через Астара. А этот коридор Зангетсурский никто не даст пробить. Никому. Поэтому мы должны понимать все. Не будет Зангетсура, не будет Армении. Да, да, с этим нельзя не согласиться. Григорий. Вы видели, например, христианский метод. Почему с церквей кресты срывают в Арцахе? Кто-то возмутился в Российской Федерации? Вы же сторонники там в России. Традиционных ценностей? Что же вы не возмутились? Мы же христиане. Кресты наши срывают. Церкви под бульдозер бросают. Что же так? Никто не возмутился. Что героев войны Великой Отечественной? Памятники ломают в Арцахе. На Украине вы видите Абраму. На оккупированном территории Азербайджана не видите этого? Или сказать невозможно? Цензура большая, да? Потому что Азербайджан ваш стратегический союзник. А для нас он экзистенциальный враг. Если враг моего врага, мой враг. Понятно. Хорошо. Спасибо, Григорий. Роберт? Господин Циканин. Два слова и все закругляет. Да, скажите. Когда еще раз говорю. Я кавказовец притом. Писалец по Кавказской Албании. Доктор исторических наук. Как же можно в христианский мир? Традиционные ценности, мы говорим. Взрывают церкви христианские на ваших глазах. Уничтожают толерантность. С Ильханом Гильдаревичем дружба? Ну тогда уж простите тогда. По настроению армянского народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова